Церемония выпуску наученцев лицея по святочному пригожая, по войсковому строгая. Гэтага урашистага моменту молодые люди шакали 11 годов. Все лето лицей заканчуясь 38 человек. К обстоятельно гэтым пляцуем пришлось у свой час вытримать жорсткий конкурс при поступлении и не снижать высокой планки на протягу всей учобы. Установа полностью свяжая высокое звание лицей. Адукация тут на высоком узровне. Все лето наученцы завоевали некольки призовых мест на республиканских и международных предметных олимпиадах. Плюс на их лику другая приступка на международном конкурсе по пожарно-воротовальному спорте и в охоту тройку лидеров республиканских хоккейных споборництву «Золотая шайба». До того ж, гады, проведенные у гэтых стенах, навучили хлопцев отказности, патриотизму и сябровству. Это вот братство, это семья, чувство плеча товарища, потому что, когда ты понимаешь, что 38 человек понимают тебя с полуслова, поддерживают. Традиционно большаясь выпускников у лицея, после его закончения поступая к лине УВНУ Министерства по надзвучайных ситуациях, то у иншие силовые научальные установы. Навыки, которые они отримливают подчас учебы, во уступной кампании дают добрую перевагу сярод абитуриентов. Это уже ребята, готовые командиры «Золотого» отделения в наших учебных заведениях. Я знаю, что и в силовых структурах, и в Академии милиции, и в вооруженных силах они приходят уже на курс подготовленный, и им гораздо проще. Тем более, они уже осознанно выбирают профессию, они знают и тонкости, и сложности, и трудности. Как пожертвовал подчас церемонии выпуску военный комиссар Гомельской в области Андрей Кривоносов, тем за выпускников, кому не усмехнется удаша при поступлении, и он с радостью уручить повестки во Узбровенные силы. Але это той выпадок, коли напужать хлопцев не отрималася. У них есть усе дадзины, как попадавать в выдатную карьеру и там. Настасия Кучинская, Михаил Рабко, телерадио «Компания Гомель».